Всем привет! Сегодня мы будем говорить про грамматику, про грамматику русского языка, о том, как написать многоточие и пятиточие. Поговорим про это тоже. Итак, начнем с многоточия. У нас многоточие в русском языке мы пишем, когда у нас какая-то прерванная фраза, и в конце предложения мы ставим не точку, а многоточие. То есть, допустим, мы пишем для и потом у нас когда прервали нас. Либо мы сами решили не заканчивать предложение и просто ушли в молчание. Писатель Набоков писал, что многоточие это следы слов, которые ушли на цыпочках, чтобы никого не беспокоить, просто ушли втихаря куда-то подальше. Также многоточие мы ставим, когда нас прерывают. Допустим, мы говорим какую-то фразу, мы пишем для П, а потом нас внезапно кто-то прервал. И в данном случае мы тоже поставим многоточие, потому что фраза наша не закончена, и на этом как бы все. Бывают случаи, когда мы специально не заканчиваем предложение, какое-то слово определенное. Здесь надо будет написать не многоточие, а одну точку. Смотрите, здесь будет в данном случае написано вот так вот. Мы пишем для П, то есть для кого-то по имени П. То есть, вот эти точки мы убираем. То есть, П точка для господина П, и потом еще одна точка. Вот это считается, по идее, как бы правильным, но чисто с точки зрения визуального, как-то выглядит не очень, поэтому вот эту точку после П частенько тоже убирают. Вот так вот ставят. И так как у нас между точкой в конце предложения и словом не должно стоять какого-то пробела, то мы это дело тоже убираем. Получается просто для П. Мы пишем для П. И кто такой П? Это как гражданин П. Если хочется выделить как-то это П отдельно, то можно его даже в кавычки как-то поставить. В общем, выделяется таким образом. Это, так сказать, мы первую букву П сказали, а дальнейшее, как бы, слово договариваясь мы не хотим, но это не считается молчанием. Это считается, это не считается, как бы, местом, где нужно использовать многоточие. Вот. Если наш перевали, наш разговор, тогда, да, тогда мы пишем для П и три точки ставим. Вот так вот делается это дело. Далее встречается многоточие в начале предложение, вот это вот. Мы пишем для Петра. То есть, как бы, сначала какое-то молчание, где-то молчание, когда-то может пауза какая-то, мхатовская, да, и дальше идет это мы пишем. Для Петра вот это предложение это правильно написано. А есть еще вариант вот такой вот, то есть, это предложение мы пишем для Петра. Если это все вместе, предложение, то вот вторую часть мы должны после прерывания нашего надо написать с маленькой буквы, некоторые считают, что это неправильно. Некоторые считают, что нужно написать с большой буквы. Я считаю, что это не так, потому что, если мы вот так вот напишем, то будет выглядеть как будто бы это два разных предложения. То есть, вот это первое. Это предложение. Да? Потом идет какая-то пауза. Задумчивая пауза. А потом дальше, это снова идет пауза. Ну, новое предложение. Новая пауза идет. Потом снова мы пишем для Петра. Вот таким вот образом-то будет прочтено. Поэтому в данном случае у нас предложение, так сказать, еще не закончено, и мы должны это как-то подчеркнуть, что это все-таки, вот эта часть, она принадлежит к тому предложению. Вот так мы должны написать, с маленькой буковки. В переводе манги, кстати говоря, вот такой пример можно написать без многоточий. И я сейчас объясню, почему. Дело в том, что в русском языке у нас правила прописаны только для книг, для журналов, для всех брошюр различных. То есть, для такого формата, где у нас нету картинок, и где у нас не присутствует облачка с текстом. То есть, манга и комиксы это довольно-таки новый такой виток в книгопечатании, и правила для этих комиксов и манги, они еще не прописаны нигде. То есть, мы сейчас с вами, мы формируем эти самые правила. И я вот, почему я считаю, что это дело, можно опустить многоточие. Дело в том, что эти многоточия, они нужны для обозначения разрыва фразы. Но в манге, в манге у нас есть ваши облачка с текстом. И если в одном облачке текста фраза начинается, а в другом она заканчивается, то, что эти два облачка, они разорваны, то есть, один здесь, одно облачко здесь, другого облачко здесь, уже видно, что у нас фраза разорвана. То есть, нам дополнительно показывать эту разорванность многоточиям, в принципе, не обязательно. Даже, это может стать даже хуже, потому что, если мы поставим тут еще многоточие повсюду, то получается, читатель будет читать, что-то какая-то пауза пошла какая-то, да. То есть, каждый символ в этой манге, он насчитается как еще как, ну, еще и визуально, не только как по грамматике русского языка, но еще и визуально мы воспринимаем это все-таки как паузу какую-то. А здесь паузы не должно быть, это просто-напросто разрыв, продолжение в разных местах. Вот. Именно поэтому, когда мы будем переводить мангу, в данном случае можно упустить вот эти самые многоточия. Вот так. Это у нас будет в одной, в одном облачке написано, а это будет в другой облачке написано. Без точки здесь и с маленькой буквы вот тут. Это будет у вас как бы тоже считаться правильным. То есть, конечно, грамотеи русского языка, которые у нас научены по старым этим правилам русского языка, они будут вам говорить, что тут неправильно, надо обязательно ставить многоточие. Но мы с вами все-таки, язык все-таки начинаем как-то эволюционировать, немножко изменять его, применять его как к другим форматам. Манга – это новый формат, и мы к нему поменяем новые правила, которые, так сказать, если мы с вами условимся, что это будет правильно, то так оно и будет в конце концов. Да, там нужно будет подождать какое-то время для того, чтобы это правило вошло в обиход, но когда-нибудь это дело и войдет. Плюс ко всему, если будут стоять там многоточие, вот эти различные, а облачко у нас довольно-таки маленькое и узенькое, то эти многоточия нам будут очень сильно мешать вместить наш текст в эту самую маленькую облачко. Вы, как тайпер, наверняка уже тоже сталкивались с таким проблемой, что вот эти многоточия частенько прям раздражает. Просто если бы не было этого многоточия, оно бы идеально вошло бы в это облачко. Поэтому чем меньше мы там символ ставим, таких вот лишних, которые нам, в принципе, и без них и так понятно, что фраза разорвана, то можно это дело упустить. Фух, далее что? Далее, когда мы ставим многоточие, это когда, допустим, у нас идет какой-то перечень каких-то вещей, либо имен, либо еще чего-то, то есть мы пишем для Петра, Дарьи, Владимира, ну и так далее, в принципе, да. Вот это многоточие, оно заменяет нам слово «и так далее». То есть список продолжается, здесь мы просто не собираемся продолжать дальше список. Еще, когда у нас идет прерывание нашей речи, то есть мы пишем, вот так вот получается, как будто такое заикание идет. Некоторые пишут в данном случае вместо многоточия, они пишут «тире», мы пишем. Секундочку, где у нас «тирешка», «тире» и «тире». Раз, два, три. Вот тут вот мы пишем. В принципе, можно это дело поставить, но есть такое правило в русском языке, что когда мы ставим «тире», то это пропивается слог, то есть мы пишем, получается. Особенно это сложно, когда у нас есть фраза какая-нибудь с буквой «а». Допустим, «а что такое?» То есть вместо того, чтобы «а» вот так поставить, «а» и снова «а», секундочку, мы пишем таким образом. «А-А-А-А». Вот это вот, это четко пропевание буквки. «А-А» идет такой пропев. Здесь еще что? Вот это «а», да, она как бы один союз. Почему, допустим, здесь, секундочку, покажу еще разок. Почему здесь я после многоточия не поставила пробел, а здесь поставила? Дело в том, что вот это «а» – это отдельное слово. То есть «а» – законченное слово, после этого законченного слова начинается новое слово. Новое слово «а», потом снова новое слово «а». И между словами у нас нужно ставить пробел. Здесь же у нас слово не закончено, то есть «м» еще как бы не закончено, буква «ы» после этого должна идти. Только после того, как мы написали букву «ы», тогда уже пишем наш пробел. Вот, поэтому здесь пробела мы не ставим, А вот здесь ставим. Вот. Да, для того, как пропевать этот слог или нет, ну, да, это сложно на самом деле. Но так как у нас в русском языке принято, что всё-таки вот это пропев какого-то звука, да, то лучше всего паузу, такое заикание, лучше всё-таки ставить многоточием, а не терешкой. Далее что? Дальше у нас многоточие ставится, когда у нас всё-таки какое-то перечисление, там, чего-либо, да, то есть незаконченная тоже фраза. То есть мы пишем, читаем, ну, ещё и поём, вот так вот, да, то есть как бы мы перечисляем какие-то действия, которые как бы подразумевают себе что-то нечто большее, да, но мы это не описываем нечто большее, мы просто-напросто вкратце сказали одно слово, потом другое, потом ещё одно. Вот здесь тоже возникают у нас споры. Тут люди считают, что вот здесь надо писать читаем и поём с большими буквами. Тоже довольно-таки спорный вопрос. Почему? Потому что это получается, что либо это три разных предложения, мы пишем, читаем, поём, да, но в принципе это всё как бы относится к одному, да, читаем, поём, это тоже относится к этому мы. То есть здесь многоточие как запятая присутствует, но при этом ещё как бы запятая с молчанием. То есть у нас нет такого знака, что у нас идёт запятая, секундочку, и многоточие. Такого знака у нас нету, к сожалению. Если бы был бы, то у нас бы все проблемы бы исчезли, мы тут бы всё реально писали бы с маленькой буковки, потому что это одно и то же предложение. А вот как в данном случае поступить правильнее, я, честно говоря, тоже затрудняюсь, потому что, ну, одни говорят, что нужно писать за большой буквы, потому что это как бы после многоточия нужно писать за большой буковки, да, как так принято, да. Но я считаю, что в данном случае это всё-таки одно предложение, оно просто разорвано многоточием, и поэтому пишем его, продолжаем писать с маленькой буквы. Далее что? Далее у нас многоточие ставится, когда мы пропускаем какое-то слово. Допустим, в цитатах сейчас такое делаем, да. В данном случае у нас многоточие, оно должно разделяться от одного и другого слова пробелами. То есть в этой великолепной, прям чудесной, увлекательной цитате, вот это вот всё прилагательное, я просто-напросто упустила, да, и поставила просто многоточие такое. Отсутствует одно слово. Ну, одно, там может быть, два слова. Там, когда у нас мало слов, мы убираем из цитаты, то можно поставить вот такую обычную три точки поставить. Когда же у нас в цитате много слов, там, может, это какое-то сложно-починённое предложение, где мы часть убрали, может, это какой-то прям абзац целый, да, где мы лишние предложения внутри как бы тоже убрали, то мы тогда оставим нашу цитату вот в такие вот угловые скобочки. Многие также пишут ещё вместо угловых скобочков обычные скобки, вот такие кругленькие. Упс, не то убрала. Вот так вот. Это считается тоже приемлемым. Почему они так делают? Потому что угловые скобочки на русской клавиатуре, они отсутствуют. Чтобы поставить угловые скобочки, нам нужно переключиться на английский язык. Секундочку. Переключаемся на английский язык и ставим вот эти вот самые скобочки. А на русской клавиатуре этих скобочек нету. Поэтому многие ставят им на круглые скобочки, чтобы быстрее, можно сказать, пошёл процесс писания. Вот. В принципе, и то, и то приемлемо. Ещё мы ставим ноготочек, когда говорим, типа, расстояние какое-то там от того до того. То есть, допустим, длина ветки 4-6 метров. Такой, кстати, способ написания уже, по-моему, устаревает, потому что чаще всего пишут уже вот таким вот способом. 4-6 метров. Минус в таком написании многие люди путаются с математическим знаком минус. То есть, не 4-6 метров, а 4-6 метров. Получается, длина ветки 4-6 метров, получается, минус 2 метра. Что-то не то получается, да? Ну, если, допустим, ещё с... Ну, обычно начинается с маленькой цифры, а потом заканчиваем большой. То есть, как бы, ну, получается какая-то путаница. Поэтому вот способ с многоточием... Упс, секундочку. Способ с многоточием вот такой, он более точно передаёт нужность данной информации. Но многоточи ставятся... Это три раза нужную точку, а тережка всего лишь один раз нажал, и всё. И при письме тоже у нас удобнее написать тережку, чем три точки ставить. Поэтому здесь у нас тоже такая спорная вопросик, что конкретно ставить. Далее что? Далее многоточием мы используем, когда у нас отсутствует опять-таки какое-то слово. Допустим, у нас есть какое-то там задание в русском языке, и нужно вставить пропущенное слово. В данном случае это пишется в таком вот варианте. Допустим, мы пишем для... Потом слово пропущено, многоточие тут поставлено, и потом после него идёт точка. И чтобы эти точки вот так вот не смешивались, ставить между ними один пробел. То есть, многоточие – это один знак, то есть, у нас пропущено тут слово. По идее, по идее, после пропущенного слова, да, пробел ставить не нужно. Но чтобы люди визуально не путались вот с этими вот четырьмя точками, мы ставим вот так вот, чтобы это визуально было понятно, что там пропущенное слово, а потом конец предложения. Когда у нас в середине предложения пропущенное слово, тут вообще проблем никаких не происходит. Мы для Петра. То есть, мы что-то там для Петра. Далее, что? Ещё у нас бывает такое, что у нас пропущенное слово, как бы мы первую букву слова назвали, а дальнейшие буквы не называем, да. Тут, в принципе, то же самое, что и в этом варианте. То есть, мы пишем первую букву, потом дальше у нас, типа, вставьте окончание слова, потом ставим пробел, а потом ставим точку. Вот. Далее что? Далее ещё у нас есть два символа, которые мы можем использовать для многоточия. Один символ, это у нас вот прям целый один единственный символ, который состоит из трёх точек. А ещё есть у нас три такие точки. Раз, два, три. То есть, мы многоточие ставим, либо мы ставим три точки. Раз, два, три. Секундочку. На клавиатуре раз, два, три. Либо же мы находим в списке символов многоточие, которое, это как один знак такой, у него есть своя ячейка в этом файле шрифта. И один этот знак, вот он, один знак. Один, не три точки, а один знак, который состоит из трёх точек. Мы его вставляем. Так как у нас на клавиатуре такой точки, такого знака нету, то чаще всего мы пишем именно три точки. То есть, это просто-напросто три символа. Раз, два, три символа. Ставим три точки. Так у нас быстрее проходит это сидело и нормально. Некоторые программы, допустим, вордовские файлики, вордовская программа, Microsoft Office, она частенько, эти три точки, когда мы ставим, она автоматически переводит в этот один символ. То есть, когда мы нажимаем после трёх точек, допустим, Enter, новая строчка начинается, или там, новое продолжение, после пробела, вот он автоматически превращает наши три точки в один вот такой символ. Чем это грозит? Грозит это нам тем, что, допустим, ваш переводчик переводит в это самое ворде. Он, это самое, нажал три точки, нажал там, допустим, Enter, начинает дальше писать новое предложение. Он, при этом, этот Microsoft Office, он перевёл эти три точки в один символ многоточия. Далее, вот этот файлик он сохранил, отправил TypeR. TypeR это дело, значит, копирует, вставляет в те, это самое, вот этот вот, текст он вставляет в мангу, и что у нас происходит? TypeR выберёт и вставит другой какой-то, другой какой-то шрифт. Сейчас я какой-то наглядный шрифт найду, вот, допустим, наглядный шрифт. Здесь у нас, видите, у этого шрифта, эти точки у нас прописаны, то есть, в этом шрифте есть символ точка, а символ многоточия, многоточия, это у нас не тот, не тот шрифт получается. Секундочку, вот, вот этот вот символ, в этом шрифте не прописан, то есть, он не такой по стилю, как все остальные буковки. Сейчас ещё какой-то пример найду, интересный, вот, такой, допустим, да, они совсем разные точки, вот такой, вот здесь у нас есть прописаны, допустим, многоточия, у них это самое, расстояние между обычными точками, это гораздо больше, чем в символе многоточия, то есть, есть шрифты, где у нас многоточие прописано, а есть шрифты, где у нас многоточие не прописано, И это тоже надо учитывать. Есть шрифты, которые вообще-то, может сказать, пустота будет вместо многоточек какого-то. Так что, да, когда вы будете в манге вставлять ваши тексты, то обязательно проверяйте какие-то многоточия. Тот, те литочки поставить или не те. И последнее, что я сегодня хочу сказать, это пятиточие. Такой феномен, как пятиточие, возник чисто в манге, на самом деле. Даже в комиксах такого толком нет. И почему он возник? Так, потому что японцы, когда у нас идут пустые облачка без текста, они часто будут вставлять куча-куча-куча точек. Если мы посчитаем, сколько точек, то будет раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять точек. Фух, как их много, да? Девять штук точек они поставили. Это в них такой символ молчания означает. В китайских языках знак молчания это два многоточия, то есть три точки и три точки. Получается знак молчания. То есть если обычно три точки используются как знак прерывания, то шесть точек, то есть двойное многоточие, это уже реально знак молчания. То есть они как бы определяют знак молчания и знак прерывания. У них разные эти вещи. В русском языке у нас такого феномена нету. То есть у нас как бы в грамматике русского языка у нас как бы не существует этих самых пяти, шести, девяти точек вообще никак. Но так как у нас многие, так сказать, дилетанты этим уже пользуются, они постоянно тоже, они русские переводчики, они либо оставляют вот эти вот вертикальные точки, да? Допустим, это наш перевод. Мы тоже там оставляли те самые девять точек вот столбцом. Ну, просто наоборот почему? Потому что она была влома, это дело стирать. Это было не совсем верно. Более верный вариант это поставить как раз-таки пятиточие. Пятиточие это такой тоже феномен, который произошел только, возник только при появлении периодов манги на русский язык. Почему? Потому что в точке вертикально нам как-то, ну, неудобно. Ну, не то, что неудобно, это не наш стиль прочтения. Наш стиль прочтения это горизонталь, а не вертикаль. Поэтому возник вопрос, что нам надо такое, ну, тоже что-то такое поставить, чтобы было явно, что это знак молчания. Почему именно пять точек? Сейчас, секундочку, Дени, там у меня этих пять точек. Во-первых, тут у меня стандартный размер шрифта. У меня двенадцать, вот, двенадцать пунктов. Пятиточие мы ставим на несколько размеров больше и ставим и на пять точек. Почему? Потому что если мы поставим три точки и в том же самом размере шрифта, что было до этого, то вот это вот треточие, знак молчания, вот это вот, да, мы его вообще практически не видим. Вот именно поэтому и родился феномен пятиточия. Потому что вот маленькое треточие, вот это вот, знак молчания, оно почти что незаметно. Вот сравните, допустим, как оно в японском выглядит, да, вот это вот, явно там что-то есть, да, то есть как бы явно там вот это не пустое, не пустое робочка. И как оно выглядит в русском? Ну вообще, как будто там ничего и нету. Именно поэтому у нас считается, что нужно поставить размер пятиточия побольше. Сейчас, секундочку, у меня тут мышка подлагивает слегка. Размер пятиточия мы обычно ставим больше. Ну, скажем там, если у нас стандартный шрифт двенадцать, то пускай будет размер пятиточия там двадцать четыре, скажем так, в два раза больше. Но эти три точки тоже как-то считаются как-то, как-то маловастенько считаются, да, тем более, если учитывать, что у японцев там штук девять этих точек, поэтому мы, как русские, как бы русские переводчики манги, как-то условились на том, что пятиточие будет означать как знак молчания. При этом ни в одном справочнике по русскому языку вы не увидите, что пятиточие это знак молчания. Почему? Потому что это всё-таки новый такой, новый виток в развитии речи, печатной речи, и это как бы новый символ, которым мы, как раз-таки, переводчики манги, мы этот символ вводим в русский язык. Возможно, он приживётся, возможно, всё-таки нас загрызут эти самые наши грамотеи, и нам придётся всё-таки отказаться от этого пятиточия. Но сейчас я вижу тенденцию, что эта пятиточия всё-таки приживается в манге, и очень многие переводчики этим пятиточием всё-таки пользуются. Так что, да, если вы увидите какие-то гневные комментарии, если у вас ставит пятиточие и вы увидите гневные комментарии, что, мол, так нельзя, это не по-русски, та-та-та, вы можете спокойно это дело игнорировать, потому что ставить треточие – это слишком мелко для нашей манги. Это не тот формат, где можно поставить на это маленькое-маленькое многоточие для молчания. На этом, пожалуй, всё. Всем спасибо за внимание и до скорой встречи!